Новая задача, надзор за исполнением законов, защита прав граждан. Эти и другие темы обсудим сегодня в программе на повестке дня. Я Юлия Тихомирова. Здравствуйте. Мой гость Александр Чеховской, прокурор Ярославля. Александр Олегович, добрый вечер. Здравствуйте. Вас назначили на должность прокурора Ярославля совсем недавно, не прошло еще и месяца. Как освоились? В принципе, успел освоиться. Эта работа не является для меня новой. Я ранее работал уже в прокуратуре города Ярославля на должность помощника, старшего помощника, поэтому особенности работы в прокуратуре города мне понятны и ясны. Сейчас, конечно, в прошествии времени есть новые задачи, есть новые проблемы, которые следует решать. В целом, как бы в курс дела уже вошел, конечно, более подробно в процессе деятельности будет понятна ситуация. А какие задачи поставили перед вами? Основные задачи у нас ставятся генеральным прокурором и прокурором Ярославской области, так и у нас централизованная система. В основном, это, конечно же, надзор за соблюдением социальных прав граждан, особенно защищенных, за соблюдением трудовых прав граждан. Без внимания не остается органов прокуратуры и соблюдение прав участников долевого строительства жилья, у нас это одна из проблем на территории города Ярославля. Сфера жилищно-коммунального хозяйства, ну и, конечно же, как координирующая роль правоохранительных органов по профилактике борьбы с коррупцией. Не остается без внимания вопросы, касающиеся защиты участников уголовного судопроизводства, особенно, конечно, прав потерпевших, соблюдение требований законодательства при расследовании уголовных дел, ну и поддержание государственного обвинения в судах. Вы уже сказали, упомянули, что работать в надзорных органах начали более 10 лет назад, да, и за это время успели поработать на разных, так скажем, должностях. А работа в Ярославле, в чем ее особенность, специфика работы? Ну, работа в Ярославле в специфике стоит, во-первых, в том, что все-таки это областной центр, здесь проблемы, которые в районах области не так видны. Кроме того, объем работы, соответственно, объем поступающих обращений граждан достаточно велик, так как мы осуществляем надзор за исполнение законов органов местного управления, то есть бюджетный процесс, он выходит здесь, конечно, на несколько иной уровень. Ну и плюс стоит добавить, что прокуратура города, она осуществляет ординацию работы прокуратуры района у Завина, что также накладывает свой отпечаток на работу прокуратуры города. Александр Олегович, давайте напомним нашим телезрителям, чем занимается прокуратура. Прокуратура, она осуществляет надзор за исполнением законов органам государственной власти, органам местного управления, организациям и их должностными лицами. Ну и, конечно, соблюдение защиты и прав граждан. И правозащитная функция, она сейчас выходит на первый план, особенно с учетом имеющихся проблем с коронавирусной инфекцией. Поэтому вот основные направления деятельности, они связаны с этим непосредственно. А много ли обращений граждан фиксируется ежедневно или ежемесячно, как у нас есть статистика? Ну вот, если говорить про поступление обращений именно в прокуратуру города Ярославля, то в прошлом году поступило более 2,5 тысячи обращений. За первый квартал текущего года это более 650 обращений. Обращения различного характера, носят и бытовые проблемы граждан обращаются, и глобальные проблемы. В основном, конечно же, обращения сводятся к защите трудовых прав в жилищно-коммунальной сфере. То есть это вот как бы основные проблемы, которые такие вот сейчас стоят на повестке дня. Удается ли решать проблемы людей? В целом, да. То есть мы стараемся помочь каждому гражданину, который к нам обращается, всегда открыто для общения с гражданами. В том числе пытаемся сейчас наладить и обратную связь с населением. В целом, как бы, в основном все проблемы, где необходимо наше вмешательство, они решаются. Органы власти прислушиваются к прокурору? Как вообще осуществляется ваше взаимодействие? Ну, в целом, как бы, взаимодействие, оно конструктивный характер носит. Не было еще ни разу такого, чтобы органы власти не прислушивались к нашим где-то требованиям, где-то пожеланиям. И в целом, как бы, не могу сказать, что есть какое-то противостояние между органами власти, которые нам поднадзорны, и органами местного управления. Поэтому, в целом, взаимодействие, вот мы стараемся решать все проблемы, которые стоят перед нами и, в частности, интересуют население города и в основном. А как складываются отношения с органами следствия и судами? Есть ли у вас конфликт интересов или все же вы, так скажем, делаете одну работу? Ну, так как прокуратура основная функция – это уголовное преследование, то, конечно же, мы осуществляем надзор за органами предварительного расследования, как и за следствием, так и за органами дознания. Есть определенные проблемы в этой сфере, так как вы знаете, раскрываемость, я об этом не раз говорила, с преступлением на территории города, она менее 50%, то есть каждое второе преступление остается нераскрытым. Поэтому проблемы в этой сфере есть, мы над ними работаем, как бы их знаем, стараемся их устранить. Ну, а с судебной властью у нас проблем никаких нет, они самостоятельно осуществляют, подправляют правосудие. Мы являемся только стороной государственного обвинения, где поддерживаем обвинения в суде. Александр Олегович, какие значимые, можно даже сказать, резонансные дела сейчас есть в вашем видении? Ну, так скажем, прокуратура города, с учетом ее специфики, все-таки основная функция ее, это надзор за исполнением законов органов местного управления и рядом крупных организаций и предприятий, в том числе муниципальных, расположенных на территории города. Надзор за расследование уголовных дел прокуратура осуществляет только по уголовным делам, которые носят межрайонный характер, совершенные в разных районах города. То есть, фактически, они сводятся к тому, что это многоэпизодные уголовные дела. Таких достаточно много, как бы, по городу. Одни из примеров можно привести, это вот сейчас рассмотрено уголовное дело в отношении женщин, занимающихся мошенничеством, которые под видом туроператора привлекали денежные средства населения. В итоге денежные средства были оплачены, а люди, соответствующие путевки, не получили. Ну и вот, как пример, вот сейчас заканчивается рассмотрение в суде уголовного дела, будет вынесен приговор в отношении семи лиц, которые осуществляли фактически отмывание денежных средств. Вот, общий ущерб от их деятельности оценивается более 50 миллионов рублей. Сколько под вашим руководством работает человек? Ну, в настоящее время 13 человек. В целом, если брать 12 из них оперативный состав. Александр Леонидович, вот вы знаете, я вас слушаю, не могу отделаться от мысли. Вы такой же человек, как и все мы? Да. Но все же, ваша служба занимает, так скажем, большую часть времени или остается немного времени на хобби? Если да, то какое? Ну, с учетом сложности, специфики работы, конечно, мы практически круглосуточно находимся на службе. То есть, если что-то происходит, мы всегда готовы пойти на работу и принять активное участие в решении тех проблем, которые возникают. Но, в целом, конечно же, остается, пусть и небольшая доля времени, но свободное время есть. Стараюсь проводить его с семьей. И вот совсем маленькое время остается на хобби, вот я увлекаюсь рыбалкой. Ну что ж, я вам от всей души желаю, чтобы как можно больше времени оставалось на ваше хобби. И успехов вам. Спасибо. Я напоминаю, что на мои вопросы отвечала Александра Чеховской, прокурор Ярославля. Вы смотрели программу «На повестке дня». Мы в эфире с понедельника по четверг в 19.20. Программу также можно найти на нашем сайте gtk.tv. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова